С 1 апреля 2024 года вновь будет проведена индексация социальных пенсий. Их получают те, кто не имеет права на страховую из-за отсутствия трудового стажа или недостаточного количества пенсионных баллов. В общем, смотрим, кому и сколько положено. Индексация составит 7,5%. Разделим получателей условно на 4 группы. Пенсионерам, инвалидам второй группы, детям, потерявших одного родителя и малочисленным народам севера будет положено чуть больше 7,5 тысяч рублей. Чуть меньше составит выплата для инвалидов третьей группы – 6,5 тысяч. 15 тысяч положено инвалидам второй группы с детства, инвалидам первой группы и детям-сиротам. Самая большая выплата у инвалидов первой группы с детства и детей-инвалидов – почти 18,5 тысяч рублей. Закон, в который хочется верить 1 апреля. Регионы теперь смогут ограничивать время работы наливаек в жилых домах. Это те, которые продают пиво, сидор и другие слабоалкогольные напитки. Жалобы жильцов все-таки дошли до Госдумы. Люди писали, что наливайки торгуют алкоголем ночью, как следствие, шумные кампании под окнами, асоциальные личности у подъезда и дебош вплоть до приезда полиции. Закушивать надо. У субъектов РФ уже есть право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции. И теперь власти возьмутся за регулировку напитков послабее. Важная информация для тех, кто в ближайшее время планирует сдать на права. С 1 апреля количество штрафных баллов на экзамене за рулем поднимется с 5 до 7. Хорошо это или плохо, еще нужно подумать. Для примера, за проезд на красный и выезд на встречку сразу начисляют 5 баллов. И раньше за это бы отправили на пересдачу. А теперь можно допустить еще одну мелкую ошибку на 1 балл и сдать. Все будете в порядке, даже лучше. Из теории уберут несколько вопросов, как для категории Б, так и для мотоциклистов. Ложка дегтя увеличится в сроке пересдачи. Теперь на нее можно прийти не раньше, чем через полгода. До этого пересдавали через месяц. Кроме того, вводятся новые сроки для лишенников и тех, кто уже попадался за рулем в нетрезвом виде. Для сравнения, раньше можно было пересдать теорию спустя половину срока наказания. Теперь же это можно сделать только через год. Хорошая новость для жителей многоквартирных домов. С 3 апреля сдавать квартиры, в том числе на короткий срок, можно будет только если это не мешает соседям. Наконец-то дождались. Правда, никакого письменного согласия или голосования собственников для этого не потребуется. Как говорится в законе, если квартиросъемщики шумят или как-то еще нарушают права жильцов, нужно обращаться в суд. Впрочем, так можно было сделать и до поправок. И на том спасибо. В Госдуме заверили, что тема будет продолжена. В профильном комитете уже разработан проект о том, что арендодатель должен получить согласие от собственников соседних и смежных квартир. Ходили даже слухи и про решение общедомового собрания. Но это пока только мечты соседей, живущих рядом с арендованной квартирой. Ишь, размечтался. А вот еще одна поправка, которая действительно сможет помочь соседям, так это то, что посуточно нельзя будет сдавать квартиры без индивидуальных счетчиков. Это позволит избежать ситуации, когда за съемщика вынуждены платить остальные собственники жилья. А с 1 апреля в платежках должна появиться новая графа для перерасчета. Стефания Мегишова, Павел Гейнсе. Новости Прима.